Михаил Лобковский Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем. Предисловие Ко мне на консультации, как частные, так и публичные, приходят самые разные люди с самыми разными проблемами, или, как принято говорить в психологии, запросами. Развод, самооценка, любовь, карьера, конфликты с окружающими, воспитание детей. А начнешь разговаривать, и выясняется, что у всех этих людей крайне непростые отношения с собственными родителями. У одних в целом ровные, но без особой душевной близости и теплоты. У вторых просто ужасные, с жесткой критикой, манипуляциями и другими формами эмоционального насилия, а часто и с физическим насилием в анамнезе. У третьих вообще никакого общения с мамой и папой нет. Но даже в этом случае человек, как правило, продолжает выяснять с родителями отношения, хотя ему самому за 40 лет, а им за 70, или их вообще уже нет в живых. Помню, как-то во время публичной консультации я объяснял, что даже если родная мать бычки о вас тушила, это не потому, что она вас не любила. Возможно, у нее было психическое расстройство, и так проявлялась его острая фаза. После этих слов встала женщина и призналась, что мама и правда тушила о нее сигареты. Потом выяснилось, что это еще было самым невинным, что она делала. В общем, стоит открыть этот шлюз, и претензии в адрес родителей начинают литься рекой. Вот их далеко не полный список. Они меня никогда не любили, непонятно, зачем тогда вообще рожали. Меня воспитывала бабушка, родителей я впервые увидел, увидела, когда мне было 4 года. 7 лет, 15, 20, в общем, как говорится, нужное подчеркнуть. Меня сдали в детский дом или в интернат. Мама так и говорила, мы тебя вообще не хотели, отец настаивал на аборте, но я его делать побоялась. Не помню, чтобы родители меня вообще целовали, брали на руки. Меня никогда не поддерживали, только отчитывали и критиковали. Мол, я безмозглый, и руки не из того места растут, и ничего путного из меня не выйдет. Папа пил, и все детство лупил меня за оценки и проступки. Мать с отцом постоянно сравнивали меня с чужими детьми и всегда не в мою пользу. Если я маме не позвоню, она сама ни за что этого не сделает. Моим родителям на меня глубоко плевать, они никогда не спрашивают, как у меня дела. А когда звонят, рассказывают о своих проблемах или просят денег. Отец после развода потерял ко мне интерес, я его больше не видел или не видела. Мать так и сказала, он нас бросил, предал, нет у тебя больше отца. И так далее, и тому подобное. Эту ношу человек тащит на себе во взрослую жизнь и часто не понимает, что причины своих неудач и несчастий стоит искать именно в нем, в этом самом грузе из детства. Не нравишься ты мне. Когда ребенок только появляется на свет, он своих родителей не просто любит. Он испытывает к ним абсолютно животную привязанность, считает себя частью матери, а мать частью себя. Подробнее обо всем этом я буду рассказывать в одной из следующих глав. Сейчас интересно другое. А может ли быть такое, что родителям своим он не нравится прямо с рождения? Может. И бывает. Ребенок может не нравиться родителям чисто внешне, тем, что на них не похож. Ни в меня пошел, ни в ту породу. А может, наоборот, оказался точной копией мужчины, которого мать не любила и или предпочла бы забыть. А потом, когда он чуть-чуть подрастает, вдруг оказывается, что у него какой-то совершенно другой темперамент. Например, родители все такие активные, стремительные, а он тихий и медлительный. Они экстраверты, а он интроверт или наоборот. Раздражает? Еще как. Школа, уроки и успеваемость тут, как вы понимаете, только подливают масло в огонь. По мере того, как ребенок растет, выясняется, что родительским запросам он не очень-то соответствует. Учится не лучше всех, в олимпиадах не участвует, наград не собирает, увлекается не тем, дружит не с теми. И родители начинают срываться, орать на ребенка или выражать свое недовольство иначе, игнорировать его и наказывать молчанием. Бывает и так, что в раннем возрасте отношения между ребенком и родителями замечательные, но потом что-то идет не так. Когда и в связи с чем отношения портятся, и как это потом сказывается на уже взрослом человеке. Возьмем такой пример. В семье растет дочка. В детстве до ее 12-13 лет все прекрасно. Девочка прилежная, учится на отлично, маму с папой слушает. А потом наступает пубертат, а с ним и конфликты. Дочка пробует курить, начинает поздно приходить домой и забивать на учебу. И родителям резко перестает нравиться собственный ребенок. То, как он выглядит, что делает, думает о мальчиках вместо уроков, например. Его друзья, одежда, увлечения и планы на будущее, а особенно их отсутствие. Есть и другая причина, по которой отношения портятся. Мать с отцом чувствуют, что теряют авторитет в глазах своих уже взрослых детей. Понимают, что больше не могут все контролировать и управлять своим чадом. И чтобы этот авторитет вернуть, начинают включать родителя и всячески опускать ребенка. Критиковать, осуждать, обесценивать, унижать. И так продолжается годами, даже когда отпрыску уже исполняется 30, 40 или даже 50 лет. Детей такое отношение заставляет мучиться, страдать и терзаться вопросом. За что они так со мной?